здравствуйте здравствуйте с вами людмила и владимир и мы из москвы но поговорить сегодня мы хотим о нашей российской глубинке и сегодня мы выясним почему европейская хартия самоопределение европейская хартия уничтожает российскую глубинку да совершенно верно почему она уничтожает российскую глубинку а что это за документ который так трудно выговорить европейская хартия самоуправление почему она уничтожает российскую глубинку давайте подумаем об этом почему уничтожает как вы знаете наша конституция которая была принята в 93 году у нас принцип норм между правом является праводачив нашей правосистеме то есть я объяснил русский закон западные законы выше наши то есть нам приходят западные законы и мы эти западные законы принимаем а европейская хартия это естественно западный закон и мы принимаем эту европейскую хартию и эту европейскую хартию мы приняли и обязаны эту европейскую хартию исполнять а следовательно получается что наша глубинка не развивается из-за этой европейской хартии мы можем так утверждать потому что у нас Сейчас в стране закрываются последние больницы, последние школы, у нас не строятся дороги в глубинке, и люди вынуждены работать в городе Москве или в других крупных городах, и глубинка не разрывается. И что, в этом виновата европейская хартия? Естественно, виновата европейская хартия, потому что эта хартия была принята, скажу, в 1998 году. Это федеральный закон, а согласно нашей конституции у нас все веты власти делятся на три составные части. То есть у нас есть власть федеральная, у нас есть муниципальная, это последний город власти, и вторая власть у нас региональная. То есть власть федеральная и региональная относятся к государственным органам власти, они финансирование получают. А власть муниципальная, федеральный орган власти не относятся, то есть она финансирование не получает. Так, интересно, на какие же средства должно самоуправление на местах существовать? На какие финансы? На какие финансы? На финансы людей, проживающих на этой территории, то есть крестьяне. Как вы знаете, крестьяне очень бедные. То есть это на налоги, еще и сборы с населения? Да, да, крестьян, да. Так, подождите. Ну как можно собирать налоги и сборы с населения, которые и саму нуждаются в помощи? Это же не частные крестьяне, это женщины, мужчины, которые уже достигли пенсионного возраста, но получают такие мизерные пенсии, где рабочих мест не хватает, а зарплаты просто мизерные. И получается с них еще и налоги и сборы собирать для существования самоуправления местного, от которого зависят больницы, школы, дороги и вся инфраструктура. Да, так получается. Это европейская партия свешила полностью все больницы, школы, дороги, водоснабжение, газоснабжение, свешила все на крестьянина, обычно крестьянина, то есть называется Тришкин фонтан. Тафтан называют, по-русски говоря, да? То есть Тришкин фонтан, последние копейки собираются с Тришкина тафтана. То есть ничего по-русски. Денег нету. Ну хорошо. И что, Путин никогда не помогал местному самоуправлению хоть в чем-то? Какие-то деньги, может быть, поступали? Да, ну были вливания, конечно, но это бы как я объясню. То есть как бы лет, лет салком, сручится немножко, а на самом деле, как бы, это сручство не помогает. Нужно лечение. Постоянное лечение, говорится, по-русски. То есть уже постоянно финансирование, именно это, сельская местность. То есть если была бы программа государственная, постоянного вливания денег, то тогда бы поднялась бы инфраструктура на местах, правильно я понимаю? Да. То тогда бы и люди, может быть, были бы богаче. Да, не то, что люди богаче. Ах, ну, на местах. Хорошо. А что тогда необходимо сделать для того, чтобы поправить это положение? Ну что нужно поправить? Нужно дать финансирование сельской местности. А как это сделать? Ну, взять и сдать. А что мешает? Суверенитет. Отсутствие суверенитета мешает нам. А, так все-таки мы опять подходим к суверенитету. Да, опять подходим к суверенитету. А просто так изменить, раз, карточек, и все. Нет, не получится, потому что это... Ну почему? Потому что, согласно конституции, мы обязаны подчиняться европейскому правилу. А европейское правило – это европейская картия. Ага. И в какой же статье конституции это зафиксировано? Да. Статья 15-й, 4-й, правительственного права, наши правительственные системы. А, и договора тоже так же, да? Так же, да. Статья 22-й, да, договора. То есть без суверенитета мы не сможем изменить хартию, как бы мы ни старались? Да, как бы ни старались, не получится. Только с проведением суверенитета. То есть народ должен прийти на участки и проведать суверенитет. Только по свету мы сможем поменять ситуацию, начать финансировать сельское хозяйство. А можно помечтать? Значит, если мы добьемся суверенитета, тогда у нас, тогда в глубинке будет прекрасная инфраструктура, это значит, что школы, куда не надо будет добираться за несколько километров, правильно? Это будут местные, например, кружки, даже, может быть, спортивные залы, клубы какие-то по интересам. То есть там будет прекрасная жизнь. Тогда, может быть, и Москва разгрузится. Соответственно. Люди не поедут в Москву за заработки. Люди высылаются на месте. Но это же прекрасно жить в сельской местности. Когда у тебя под боком огород, зелень, лес и так далее. И школа, и садик, и кинозал, и клуб по интересам, и ресторан, и вся остальная инфраструктура. Какая прелесть. Это же значит, мы идем, если мы добьемся суверенитета, мы построим прекрасное общество, прекрасную страну. Потому что, насколько я знаю, что если богатая у нас глубинка, значит, у нас будет богатое государство в целом. Совершенно верно. Потому что, насколько я знаю, сейчас, например, приезжают жители из глубинок работать в Москву, потому что работать на местах невозможно. Но налоги-то оставляют в Москве. Значит, в любом случае, на местах они развиваться не могут. Совершенно верно. Тут одно за другое цепляет. И вся суть получается только в суверенитете страны. Да, в суверенитете. И к чему можно призвать? К тому, что нужно идти на голосование за поправки в Конституцию. И голосование в суверенитете. И тогда мы с вами сможем тогда быть хозяевами на нашей земле и построить новое общество на нашей прекрасной, самой хорошей земле, которая именуется Россией. И только после этого мы восстановим наше сельское хозяйство и лица, наши сельские поселения. Это больницы восстановим обратно. Школу обратно. Школа обязательно. Бесплатное образование. Газ проведем спокойно. Потому что сейчас газ подходит, что это, сельское место стоит, население пунктов. А у людей населения газ провести в дом нету. Нету денег, просто людей не хватает. Совершенно верно. Это уже занимается государство. Да, да, да. И наши дети получат образование на местах, там, где они живут. За светлое будущее на нашей земле. За светлое будущее. Ждем от вас приходов на участки и голосования за суверенитет. Ждем от вас население. Спасибо. До свидания. Всего вам доброго. Продолжение следует.